Всем привет! Это Таня Матаня на канале Позитивная Идея. Сегодня я буду показывать, как сделать профилактику стиральной машинки, удалить из неё запах, побороться с бактериями и с плесенью. Они образуются практически у многих, потому что образование происходит из-за того, что мы редко стираем на 90 градусах. То есть, ну, практически сейчас у нас всё стирается, вот у меня даже постельное на 60 градусов, потому что всё цветное, либо материалы современные. И мы очень-очень редко вот именно используем кипячение. Из-за этого, конечно, вот та температура, которую мы используем, там 30-40 градусов, она очень хорошая среда, в которой развивается плесень, в которой развиваются бактерии, они не убиваются такой температуры. Дальше ещё одной причиной – это использование экологических всевозможных средств, и особенно гелий. То есть, если вы используете всякие хорошие, на ваш взгляд, средства для стирки, то у них есть побочный эффект. Так как они из натуральных компонентов, то они прекрасная пища для бактерий и для плесени. Ну, потому что они натуральные, в них входит состав натуральных элементов, и они прекрасно их поедают. Если у вас где-то есть остатки, а в стиральной машинке очень много таких тихих мест, куда не заглядывает ничего, и там скапливаются остатки и порошка, и мыльных средств, и всё это замечательно для размножения, для создания такой среды. Поэтому, если чувствуется небольшой запах, если вы видите, что ваша стиральная машинка начала какими-то походить такими пятнышками, если вы видите вот такое склизкое образование, то это признак того, что у вас внутри машинки этого ещё больше. Потому что снаружи вы всё-таки протираете, всё это убираете, а то, что внутри, вы не видите. И поэтому вот по вот этим запахам и потому, что всё-таки наружу выходит вот это вот проявление плесени и бактерий, вы можете понять, что вам нужна профилактика. Чем же делать? Делаю я белизной, самый-самый обыкновенный, потому что это очень хорошая среда для того, чтобы практически она убивает 99,9% всего живого. То есть белизна – это очень серьёзная такая профилактика. Причём для стирки многие машинки, всё-таки они предназначены для того, чтобы у них использовался отбеливатель, хотя белизна не рекомендуется часто использовать, но один раз в год можно это сделать. Вы наливаете белизну и запускаете на 90 градусов на холостую стирку. После этого, после того, как вы всё это простирали, вам необходимо ещё раз запустить на полоскание и так далее. То есть более интенсивно промыть машинку и только после этого начинать стирать. Причём первую стирку, которую я запустила после вот этой профилактики, это была стирка белого белья. Ну то есть чтобы мало ли что, то есть белый хлопок я после вот этой белизны запустила. Так как наши машинки слишком экономичные, то есть они минимально используют количество воды для стирки, в повседневной жизни это хорошо, но вот в профилактике это плохо, потому что вам нужно, чтобы воды было побольше, чтобы этого раствора, чтобы он как бы во все места попал. Поэтому я беру ведро и из него копшиком наливаю прям в порошокозаборник напрямую, дополняя воды, чтобы её было много, чтобы барабану было что крутить. Потому что когда вот вы это не сделаете, вы прямо увидите, что у вас там ну чуть-чуть вот столичка воды, а воды надо было, чтобы хотя бы наполовину закрывало, ну то есть её видно, что наполовину уровень. Потом эта вся вода уйдёт, откачается, не волнуйтесь, всё это замечательно. Машинку... Итак, на вид машинка всегда кажется очень чистой, потому что бельё шлифует барабан, и барабан всегда блестит. Основная грязь вот она скапливается вот здесь, вот видите. То есть после того, как вы постирали, нужно здесь всё вот это вымывать. Но со временем здесь собирается вот осадок. И вот это и есть для вас индикация того, что происходит в машине. Вот белый – это налёт. Это значит, что нужно уже сделать профилактику налёта в машинке. Видите, немножко ржавчина здесь у меня набралась. Вот эти вот чёрные капельки – это означает, что внутри начинается образовываться плесень или бактерии. Ещё следствием образования плесени или бактерий может быть запах, который начинается вот из машинки. Вот я чувствую, что есть небольшой запах, поэтому сейчас я буду делать профилактику. Качественные профилактики против плесени, запаха бактерий я буду использовать белизну, потому что она лучше всего, конечно же, уничтожает все вот подобные вещи. И где-то раз в год такую профилактику можно проводить. То есть я буду выливать прямо в парышка весь тюбик, абсолютно весь, я вылью. Но сразу скажу, что я запущу стирку 90 градусов, для того, чтобы у меня всё это прокипятилось внутри. Так, всё вылила. Так, запускаем. Дальше. Из-за того, что любые машинки, в принципе, мало набирают воды, потому что для стирки не нужно столько воды, то я сейчас наполняю искусственно дополнительно водой, потому что одно дело, она там вольёт свою воду, этого будет мало. Мало для того, чтобы всё хорошо прошло. Я, это обыкновенная вода, правда, я беру горячую, чтобы, ну, она уже нагретая, чтобы машинка лишний раз не нагревала. То есть мне нужно добиться, чтобы воды было много, поэтому целое ведро я буду сейчас наливать, чтобы моя хлорочка заработала. Так, ну, оценим результат. Видите, всё, конечно, стало намного чище. Ну, и когда я сделала профилактику самой машинки, то есть я после этого открываю порошкозаборник, да, куда вот этот порошкобак, и его тоже хорошенько промываю, потому что именно там тоже скапливаются вот эти остатки. Причём промываю его чаще, чем раз в год, но при этой профилактике я тоже всё это открыла, и всё это промываю. Так, что я буду использовать? Это для удаления известкового налёта на натуральном фруктовом уксусе. То есть это уксусная вещь, она очень хорошо очищает, и у неё нет вот этого запаха противного, да, если бы вы просто использовали уксус. Хотя эту кислоту тоже вы можете использовать, и, в принципе, достаточно быстро она убирает. Сейчас я вам покажу. То есть, в принципе, мне это средство достаточно нравится, но я немного буду при вас убирать, видите, просто покажу, что оно хорошо очищает. Ну вот, видите, опа, и всё это уже становится не жёлтым, да, видите, на глазах. То есть, действительно хорошее средство. И всё это у нас сейчас, ну вот здесь ещё покажу. Вот видите, опа, практически всё это убирается. Остальное буду чистить уже не на камеру, но потому что мне просто не совсем удобно это делать. Вот что накапливается, конечно, в машинке. И это тоже даёт и запах, и размножение бактерий, и пить, и ржавчины, и остатки мыла. Всё это будем мы, конечно же, убирать. У всех это есть. И образуется достаточно быстро, и периодически нужно, конечно, заглядывать. Каждый раз после каждой стирки это делать невозможно, поэтому это всё копится. Маленький лайк-хак. Для того, чтобы смыть, вы понимаете, что это очень сложно, можно использовать, если у вас есть ирригатор. Это для чистки зубов такой прибор. Вот. Недоступные места, которые сложно помыть. Вот. Можно. Он под давлением. И позволяет нам что-то очистить, что мы не можем достать. Вот так вот. Всякие щёлочки, куда они залезутся. Конечно, у меня не будет всё как новое, но я считаю, что вполне себе хороший результат. Всё я вычистила. Так. Ну, вот видите, стало лучше. Конечно, немножко капли ржавчины у меня остались, но не с этим я боролась. Как бы остатки черноты всякой. И камень, да, вы видите, что его нет. К сожалению, внутрь глубоко машинки. Видите, вот такой вот мой результат. Запах у меня ушёл, потому что я прям чувствовала, уже начиналось какой-то неприятный запах. Вижу, что я всё это сделала не зря, что всё это у меня хорошо обработалось. Машиночка у меня теперь чистая. Радуется, что хозяйка наконец-то на неё добралась. Если у вас образуется камень, то периодически нужно делать профилактику и разводить, например, лимонную кислоту, либо средства специальные, да, для стиральных машин, которые найти намного сложнее. То есть можно разводить просто пакетики лимонной кислоты и делать обработку, сделать холостую стирку для того, чтобы лимонная кислота убрала камень. Именно раз в году требуется её профилактика, как минимум. А если у вас жёсткая вода, то и чаще. Но у меня вода не жёсткая, поэтому вот раз в году, где-то в этот период, я стараюсь генерально сделать выческу всей своей машинки. И оставайтесь на моём канале. Позитивные идеи. Дальше я буду генералить. То есть, ну, какие-то вот места, где-то я буду делать уборку, разбирать шкафы, наводить порядок на кухне. И всё это я буду по возможности стараться снимать и вам рассказывать, что и как я делаю. Всем пока! Это Таня Матаник. Оставайтесь со мной. Я стараюсь давать только позитивные идеи. Субтитры сделал DimaTorzok